Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о цветке, который знают все, от мала до великая. И мужчины, и женщины хотя бы раз в жизни обязательно пользовались этим цветком. Этот цветок по праву называют царицей сердицветок, а также этот цветок еще называют дитя солнце. Ну, конечно же, это наша садовая рота. Посмотрите, какое разнообразие, красота, тонкий аромат. Это все об этом цветке. Этот цветок очень светолюбив, очень любит солнце. Пустовая роза, в отличие от других видов и сортов, роз цветет в сезоне, ребята, три раза. Другие розы цветут один раз, некоторые цветут два. Эти розы цветут три раза. Почему? Они начинают свое цветение где-то в конце мая, в середине июня, вот смотря какой регион. Вот это первое цветение. Некоторые сорта, вот уже мы видим, уже исподлявшие, уже требуют обрезки. Значит, второе цветение, роз, приходится где-то на середину, конец лета. Теперь третье цветение, самое обильное, самое красивое, самое, значит, тогда, когда можно увидеть цветок, его окрас очень тонкий такой, именно осенью. Оно приходится на сентябрь, октябрь, если октябрь теплый, точнее, до самых заморозков. Значит, розы очень долговечные. У меня на этой клумбе есть такие сорта, которые были высажены более 25 лет, и они до сих пор цветут. Конечно, это требует хорошего ухода, значит, следить нужно за розами. Остальные, вот эти вот все розы, посажены более 10 лет, и они меня до сих пор радуют своим пышным, красивым цветением. Вот, допустим, Софи Лорен, Октавия, Белая ночь. Вот мне расцвела немножко, вот она позже цветет, черная магия, она будет вот такого цвета, немножечко темнее. Глория, которая уже цветает, сиреневая, видите, такая темно-сиреневая. А это, ребята, зацветает моя самая любимая роза, она очень высокая, смотрите, какая по красоте, императрица. Вот такое время, жаркое время, обязательно нужно розу поливать один раз, обильно поливать, хочу сказать, 7-10 дней. Тогда можно получить цветение обильно. Дальше роза высаживается в очень плодородную, хорошую почву. Но если цветок цветет на одном месте долгое время, конечно, почва наша становится уже не такая плодородная. Тогда нужно вносить удобрения. Очень хорошо розы стоят в букетах, в вазах, но чтобы они долго стояли и радовали нас своим, своей красотой, своим таким изумительным запахом, нужно некоторое правило знать, добавлять туда или аскорбинку, или сахарок, и, конечно же, каждый день менять холодную воду. Обязательно вода должна быть прохладной, а еще лучше холодная. Запах у каждого цветка, хочу сказать, особенный свой. У Октави он нежный. У Сафи Лорен, вот она. Сейчас я вам покажу. Ближе. Видите, вот такие они огромные, пышные. У Сафи Лорен, он сладковатый. Вот они, мои красавицы. Пока, друзья, до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова